Добрый день! С вами Суворкин Тимур. И сегодня мы продолжаем наши лекции по истории космонавтики СССР и России. Сегодня мы переходим к третьей лекции. Это космические проекты 1962-1970 годов. Но если быть более точными, сегодня мы расскажем про космические корабли Восток, про космические корабли Восход и также про полеты на Союзах. Тема достаточно интересная, но начну я ее совершенно не отсюда. Мы вернемся к тому, на чем закончили вторую нашу лекцию, а именно приземление Юрия Алексеевича Гагарина. Любая вещь, что творится в мире, нельзя ее рассматривать только с одной стороны. Допустим, нельзя рассматривать полет Гагарина чисто как просто какой-то прорыв в космонавтике, какой-то прорыв в науке и так далее. Когда Гагарин вернулся на нашу планету, его имя облетело весь мир. И каждый человек в мире, в газетах ли, или по телевизору, видел лицо этого простого улыбающегося парня. Гагарин посетил множество стран, где встречался с выдающимися политическими лидерами, с представителями творческих профессий, с простыми людьми. И абсолютно всех, все свидетельствовали о том, что он просто покорял людей своей простотой, своей искренностью и, ну можно сказать, человечностью. И знаете, ведь это было крайне важно в том понимании, что к тому моменту между Советским Союзом и США, а также странами, которые их поддерживали, шла холодная война. И мало кто знал в тот момент, а не перейдет ли эта холодная война в войну самую настоящую, обычную, с применением ракет, бомб, снарядов и ядерного оружия. В Третью мировую войну. И фигура Гагарина тоже повлияла на то, что такой войны не последовало. Еще с Первой мировой войны всем было понятно, что очень важно во время войны максимально обезличить своего врага, показать своим солдатам, что они сражаются не с некими настоящими живыми людьми из плоти и крови, а с некой злобной, безусловно плохой ордой, уничтожение которой является высшим благом и поистине прекрасным поступком. И то, что в тот предельно милитаризированный момент обычные американские, английские люди видели перед собой открытого, честного, доброго Юрия Гагарина, это во многом рушило тот безликий облик страшного коммунистического врага, который рисовала перед ними западная пропаганда. И во многом это тоже играло на то, что тем людям в правительстве, которые желали войны, было сложнее получить ее одобрение от общества. Так что полет Гагарина в космос нес не только важные научные последствия, но и важные последствия социальные. Мы можем сейчас посмотреть на несколько кадров. Посмотрите, как Гагарина принимают в других странах. В странах, которые на тот момент являются, по сути, политическими врагами Советского Союза. Это, например, фотографии из Англии. Люди рвутся к первому космонавту, буквально готовые вылезти на крыши и балконы, лишь бы увидеть процессию с кабриолетом Гагарина, который проезжает по улице. Это говорит нам о том, насколько для того общества был важен этот первый полет. Ведь на самом деле, вот, для нас через годы уже все-таки... Да, первый полет в космос это, конечно, великое достижение. Но для нас с вами, для тех людей, для которых полеты в космос стали уже обыденностью, для тех, для кого космонавт это некая опасная, но профессия, для нас сложно понять, что чувствовали люди, когда первый человек покинул Землю. Наверное, вот если бы сейчас нам объявили, что вот первого ученого отправили на машине времени лет так, на миллион назад, вот, наверное, сейчас для современного общества вот это вызвало бы примерно такую же реакцию. Вот, наверное, событие должно было бы произойти не меньшее, чем такое. Потому что через сколько? Может быть, лет через пять люди уже вступят на Марс. Ну, ко всем... к этому уже есть все предпосылки. И даже вступление человека на Марс вряд ли будет для человечества действительно иметь такое сильное значение, как тогда имел первый полет в космос. На этом вот моя вводная часть заканчивается, и мы продолжим говорить про историю космонавтики. Как мы помним, у нас отобрали 20 наиболее подготовленных, 20 лучших летчиков, из которых сформировали отряд, первый отряд космонавтов. В этом отряде был Юрий Гагарин, в этом же отряде был Герман Титов. Герман Степанович Титов родился в 1935 году в Верхжилино. Это второй человек, который вышел в космос. Второй после Юрия Гагарина. Карьера его была достаточно интересной. В 1953 году призван на службу в армии, отправился в авиационное училище. Был после этого направлен в гвардейский авиаполк, где управлял самолетом Су-7. После отбора в отряд космонавтов показал просто отличную физическую подготовку. И был направлен 6 августа 1961 года в полет. Напоминаю, что он был первоначально дублером Юрия Гагарина. В случае, если с Гагарином что-то случится, он не сможет участвовать в первом полете человека в космос. Полет Германа Титова происходил на все том же Востоке. Единственное, полет, конечно, был длиннее. Если у Гагарина он занял от старта до посадки 108 минут, то у Титова это уже одни сутки, 1 час и 18 минут. Это, конечно, гораздо более серьезно с точки зрения знаний, которые можно было бы из этого вынести. Титов записывал все свои наблюдения. И что можно сказать? Я повторяю, что ученые так до сих пор все еще и точно не понимали, как космос будет действовать на каждого конкретного человека. Дело в том, что ученые все еще не до конца понимали, какие именно характеристики важны в здоровье космонавта для того, чтобы он хорошо переносил невесомость и полеты. Потому что, например, Титову во время полета стало плохо. Организм его гораздо хуже переносил невесомость, чем организм Гагарина. Тем не менее, Титов отлично справился с полетом. Он постоянно разговаривал с Центром управления полета, передавая свои ощущения и ввел подробную запись. Благодаря всем его заметкам, а также подробным беседам с врачом, когда он приземлился, советская медицина сделала очень много важных открытий и поняла, как правильнее и лучше отбирать космонавтов для того, чтобы не было нештатных ситуаций. В этом огромный вклад Титова. После этого, конечно же, он уже не мог совершать полеты и был отправлен в военно-воздушную инженерную академию Жуковского, где начал учиться. Учился он блестяще. Надо сказать, что закончил карьеру свою он генерал-лейтенантом, поучаствовал в разработке очень много инженерных проектов, которые были связаны с космосом. Например, знаменитой системы Спираль. Спираль это интересная, хотя и не пошедшая в Сирию, вещица. Это орбитальный самолет. То есть, представьте себе, взлетает сперва мощный транспортный самолет, который несет на себе небольшой реактивный, ну, можно назвать его в будущем истребителем или перехватчиком, потому что самолет был бы заточен все-таки под военные цели. Он поднимает его так высоко, насколько позволяет транспортному самолету его характеристики. После этого стартует уже орбитальный самолет-космоплан с турбореактивным двигателем, выходит на орбиту, ну, проводит то, что требуется провести. В принципе, он может быть перехватчиком неких космических целей. Например, нести на себя ракеты, пушечку, потому что советские конструкторы разработали прекрасные пулеметы, которые стреляли бы в вакууме, надо сказать. Кроме того, он может нести на себе фотоаппаратуру и различные средства в перспективе радиоэлектронной борьбы. Ну и кроме того, никто не забывает, что ракеты с ядерной боевой частью тоже никто не отменял, потому что всю Холодную войну конструкторы и США, и СССР очень много думали о том, что ядерная ракета, размещенная на орбите, это очень хороший аргумент в политических переговорах. Итак, Титов приземляется, все становится хорошо. Тем временем, что происходит у наших дорогих друзей в США? В США гонку за космос проигрывают, но тем не менее космонавта надо вывести на орбиту. К тому моменту у них уже есть свой отряд космонавтов, который называется Великолепная Семерка. Это семь выдающихся летчиков-испытателей, они старше наших космонавтов, всем им уже под 40 лет, крайне опытные. В прессе публично освещены их биографии и все подготовки к полету. И первым космонавтом, который выходит от США на орбиту, примерно через 9 месяцев после того, как Гагарин совершает свой полет, это Джон Гленн. Это и астронавт, и изобретатель, а позже, когда он вернется, предприниматель, а еще он в политику. Ну, в общем, у человека в жизни все сложилось просто отлично. И в космос слетал, а потом, когда он стал в политике достаточно силен, он еще и продавил такое исследование. Это было исследование влияния космоса на пожилых людей. И под этим исследованием он еще и второй раз потом слетает в космос, уже будучи пожилым. И станет, по-моему, самым пожилым астронавтом, которые когда-либо летали в космос. Вот, летал он на таком кораблике, как Меркурий. Вот, можете посмотреть на фотографию, и тут даже визуально видно, насколько Меркурия меньше, чем наш Восток. Как говорили астронавты, в этот космический корабль не залезают, его натягивают на себя буквально. Действительно, он крайне мал. Ракетка, которая его выводит на орбиту, тоже гораздо меньше, чем наша Р-7. И надо понимать, что космонавтов отправляли в США на самом деле два раза, потому что первый полет был, по сути, суборбитальный. То есть, ракета, первая ракета в США, не вывела астронавта на полный виток вокруг Земли. То есть, он совершил некий нырок в космос, поднялся на ту высоту, где космос уже начинается, побыл там 15 минут и обратно. А вот второй уже полет, второй полет был с витком вокруг Земли. Вот. Итак, здесь, конечно, мы выиграли гонку, но ведь надо продолжать. Давайте еще раз рассмотрим конструкцию корабля Восток. Что мы здесь видим? Катапультирующееся кресло, космонавт в скафандре, иллюминатор, через который можно все наблюдать, система антенн, отдельно внизу вот этот модуль зелененький, это модуль, в котором находятся все системы, с которыми космонавту не надо взаимодействовать напрямую, система жизнеобеспечения, вот эти шарики, это баллоны, в которых азот для, во-первых, пневмоустановок. Какой корабль на основе Востока делается? На основе Востока у нас разрабатывается восход. Восход разрабатывается очень быстро, он буквально за три года делается, он сильно похож на корабль Восток, собственно, являясь, можно сказать, его очень глубокой модификацией. Чем он отличается? Во-первых, во-первых, это первый в мире многоместный корабль. В этот корабль может поместиться до трех космонавтов. Катапультирующееся кресло, которое было на Востоке, убрали. Туда установили три небольших кресла, каждое из которых сделано индивидуально под фигуру каждого из космонавтов. Космонавты находятся в корабле без скафандров. Это очень опасно, но экономит место. Кроме того, несколько, конечно же, более совершенная механика, несколько более совершенная аппаратура и еще дублированная пороховая тормозная двигательная установка. Вот она на носу корабля. То есть, теперь все стало еще более безопасно в плане посадки. Это, конечно, большой плюс. Восход-1 взлетает 13 октября 1964 года. Летит одни сутки. На нем находятся три космонавта. Комаров, Феоктистов и Егоров. Это беспрецедентно. Опять же, с точки зрения покорения космоса. И это еще и очень важно с точки зрения того, что СССР гораздо теперь проще готовить космонавтов. Потому что до этого один пуск и в Советском Союзе появлялся один опытный, грубо говоря, космонавт, который уже побывал в космосе и знает, что его ждет и так далее. А тут, по сути, сразу три космонавта в три раза больше опытных людей. Что при покорении космоса важно. А также следует не забывать, что теперь можно проводить гораздо больше важных экспериментов. Естественно, это очень большой прорыв. Однако, перед тем, как мы продолжим про это, еще, пожалуй, вернусь к космическому кораблю в Восток, а вернее, космическим кораблям Восток-3 и Восток-4. Судя по нумерации, это корабли, которые взлетали после Гагарина и Титова. Это тоже уникальный запуск для истории космонавтики. Летели два человека, каждый на своем корабле. На Востоке-3 летел Андриян Николаев. Востоком Ж-4 управлял Павел Попович. В чем уникальность полета? Два космических корабля были запущены с разницей в одни сутки, и они были запущены так, чтобы одновременно находиться на орбите и пролетать непосредственно в зоне видимости друг друга. Максимально близко, всего лишь их разделяло 6,5 километров. Они устанавливали даже между собой космонавты визуальный контакт. Это было важно и с точки зрения испытания возможностей навигации, но и, конечно, с точки зрения того, чтобы показать другим странам, в первую очередь США, что мы можем достаточно быстро запускать несколько ракет подряд. Да, еще один забавный факт из парного полета космонавтова Николаева и Поповича. Дело в том, что космонавты, конечно же, когда летели на своих востоках, подробно передавали в ЦУП то, что они наблюдают. И космонавт, естественно, не мог в эфир сказать о том, допустим, что ему стало плохо. Ну, потому, что это сугубо важная информация и лишним людям, и тем более, учитывая, что другие страны это тоже прослушивают, знать это не обязательно. Поэтому у всех космонавтов, которые летят в космос, есть свои кодовые слова. Ну, например, будет сильно болеть голова, космонавты говорят роза. Космонавта начинает тошнить, рвота начинается, он говорит кодовое слово гроза. В таком случае в центре управления полета понимает, что все идет не по плану и начинает уже предпринимать какие-то меры. Ну, вот, летит космонавт Попович над Мексиканским заливом, рассматривает и видит, что весь Мексиканский залив закрыт тучами, и там самая настоящая страшная бушует гроза. И он без задней мысли передает в центр управления полета, что наблюдает мощную грозу. И центр управления полета естественно очень сильно пугается, потому что если у космонавта рвота, еще и в невесомости, и еще и такая ситуация впервые, ну, сами понимаете, какая тут реакция. поповича начинают расспрашивать, а сильная ли гроза, а как давно гроза началась, а он сперва не понимает, да, говорит, очень сильная гроза, ну, да, началась, в принципе, видимо, давно, и только потом до него доходит, что случается, и он разъясняет Цупу свою ошибку. Когда он приземлится, Королев лично будет грозить ему кулаком, но тем не менее, слетали, все хорошо, затем запускает после полетов в Восток уже корабли Восход, Восход 1 с 3 членами экипажа летит штатно, после этого летит корабль, который называется Восход 2, на нем Алексей Архипович Леонов. Леонов это очень интересная личность, во-первых, это как минимум первый человек, который вышел в открытый космос. Если мы посмотрим, как выглядит Восход 2, мы увидим на ней такую вещь, как шлюзовая камера. Это важно с точки зрения того, чтобы при выходе в открытый космос корабль не потерял весь кислород, но опять же как дополнительная мера безопасности. Родился Алексей Леонов 30 мая 1934 года в селе Листвянка. Небольшое такое село это Кемеровская область, восьмой ребенок в семье, между прочим. Отец же его выучился на ветеринара и зоотехника. В 1955 году Алексей Леонов окончил 10-ю военную авиационную школу и был направлен в гвардейскую истребительную авиационную дивизию Киевского военного округа, а затем стал старшим летчиком в советской группе войск в Германии. Затем попал уже в отряд советских космонавтов. 19 марта 1965 года он вместе с космонавтом Павлом Беляевым совершает тот самый полет на корабле Восход-2, где он и выходит в открытый космос. А еще он делает уникальную вещь. Первый в мире космический рисунок. Рисунок, который нарисован человеком в космосе. Он, кстати, стал профессиональным художником. Вот, например, одна из его картин. Эта картина называется «Союз-Аполлон». Посвящена она стыковке космического корабля «Союз-Советского» и корабля американцев «Аполлон». И что самое ценное в этой картине, она была создана до того, как эта стыковка произошла в реальности. Такой вот удивительный и многогранный человек. Теперь отступим еще немножко назад. Если уж мы поговорили про Германа Титова, Алексея Леонова, то нельзя не затронуть еще одного очень известного космонавта Валентину Терешкову, первую женщину-космонавта в мире. Она совершила свой полет на космическом корабле «Восток-6». Родилась она в 1937 году в деревне Большое Масленниково в Ярославской области. Отец ее был обычным трактористом, пропал без вести во время Советско-финской войны. Затем она поступила в среднюю школу в Ярославле, была обычной школьницей, училась играть на, любила играть на музыкальных инструментах, например, до моря, окончила семь классов и, чтобы помочь семье, отправилась на шинный завод в сборочно-вулканизационный цех. Казалось бы, как отсюда можно попасть в космос, но, тем не менее, затем она перешла работать на Ярославский комбинат технических тканей. И там она познакомилась с девушкой, которая увлекалась парашютным спортом. на почве дружбы она тоже решила попробовать себя в качестве парашютистки. А тем временем в Советском Союзе как раз задумались о том, что на орбиту нужно вывести первую в истории женщину-космонавта. На самом деле в этом было две причины. Первая причина это исследовательская, потому что конечно мы понимаем, по-настоящему изучить влияние космоса на человека для этого одних мужчин недостаточно. Для этого нужно отправлять и женщин, тем более, что если потом будет колонизация космоса, то опять же без женщин как обойтись. А во-вторых, в этом еще и политическая причина. Советский Союз это самое передовое на тот момент государство в области равноправия мужчин и женщин. Поэтому естественно государство хотел еще раз продемонстрировать, что именно в нашей стране женщинам открыты все дороги. Просто я напоминаю, что равноправие мужчины и женщины это достаточно для человеческого общества все-таки достаточно современное завоевание. Потому что еще в середине 19 века допустим в американских институтах, университетах профессора очень жестко спорили друг с другом хотя бы на тему того, а собственно может ли женщина получать высшее образование. То есть многие убеленные сединами профессора всерьез говорили о том, что ну как мы допустим можем женщину пригласить получать образование в университете, мы же ей расскажем про высшую математику, она же наверняка с ума сойдет, когда получит такую нагрузку на голову. И это было то есть абсолютно серьезное научное мнение. Допустим женщинам до начала 20 века не хотели давать избирательное право, потому что мол мужчины сами все порешают и так далее. И естественно Советский Союз еще во время своего образования декларировал абсолютное равенство мужчины и женщины и всячески работал на то, чтобы не только декларировать свои слова, но и воплощать их в жизнь. Поэтому было решено создать первый отряд женщин-космонавтов. Проблема в том, что откуда их взять. Было решено использовать опытных спортсменок-парашютисток. Валентина Терешкова к тому времени таковой уже была и согласилась вступить в этот первый отряд. Всех женщин подвергли очень серьезным тренировкам, нагрузкам и со многими кстати упражнениями например на вестибулярный аппарат женщины к удивлению врачей справились даже лучше чем мужчины-космонавты. Корабль Восток-6 с Валентиной Терешковой на борту стартовал 16 июня 1963 года в 9 часов утра 29 минут. Полет прошел достаточно хорошо, хотя сложности были. Организм Терешковой плохо среагировал в некоторые моменты на невесомость, но к ее чести она прекрасно сумела с этим справиться. Проведя на орбите практически трое суток, перебарывая свое плохое состояние и не желая экстренно прерывать полет, девушка-космонавт благополучно приземляется в Алтайском крае на колхозном поле, где ее встречают радостные колхозники, которые к тому моменту уже по радио слышали про полет первой женщины-космонавта. Ее тут же кормят местными продуктами, приносят молоко, картошечку, лучок, и в общем-то так замечательно заканчивается первый ее полет. После того, как у Советского Союза появляются космические корабли Восток, после того, как сменяет восход, Советский Союз начинает гонку США за покорение Луны. Для этого нужен уже новый космический корабль, более совершенный, и таким кораблем становится космический корабль Союз. Посмотрим, как он выглядит. Как мы уже видим, пространство гораздо больше, аппаратуры тоже. Это уже более поздняя его модификация, конечно, но основные узлы, принципы тут все сохранено. Опять же, имеют солнечные батареи, все просто-напросто замечательно. Корабль готовили быстро, корабль готовили в спешке, потому что времени было действительно мало, но кроме того, еще и к тому моменту умирает, к сожалению, Сергей Павлович Королев умирает, что особенно печально. Сергей Павлович болел рак и он умирает на операционном столе. Конструктор Мишин, который его заменит, это, конечно, тоже очень талантливый и выдающийся конструктор, но это, конечно, не фигура уровня Королева. Вот, в общем-то Союз-1 готовит к спешке, когда его готовят к запуску. Корабль еще достаточно сырой. На Союзе-1 вылетает космонавт Владимир Комаров, который так и говорит комиссию, что корабль достаточно сырой. Это 23 апреля 1967 года. После этого должен лететь сразу в Союз-2А, но уже на старте начинаются неполадки и Союз-2А не запускается. Не запускают, решают посмотреть, как поведет себя Союз-1. Союз-1 ведет себя плохо. Одна из его солнечных батарей не открывается. Корабль начинает терять энергию. Это грозит разрядка аккумуляторов и собственно проблемами с системами жизнеобеспечения. Также корабль начинает терять ориентацию в космосе и в конце концов комаров понимает, что сажать корабль придется в ручном режиме. Это крайне сложно. Ориентироваться приходится через иллюминатор по Луне. Комаров совершает практически невозможное. Он действительно выравнивает корабль и совершает посадку. Однако из-за конструкторских недоработок срабатывает вытяжной парашют, который должен вытянуть парашют основной. Но блок, где находится основной парашют из-за атмосферного давления, из-за перегрузок очень сильно сминается и основной парашют не раскрывается. Посадочный модуль корабля на огромной скорости летит к земле. Все это фиксируется с самолетов, которые высланы в точку посадки. Они наблюдают, как корабль на огромной скорости летит к земле и ударяется о землю. После этого на корабле случается сильнейший пожар. Гигантская температура. На место падения тут же с парашютов высаживается спасательная команда, которая землей своими куртками тушит корабль. Но чудо не происходит. Комаров погибает. Это первая смерть в истории покорения космоса. Очень печально и событие. Человечеству всегда приходится платить за каждую границу, которая она переходит. В границах с космосом все происходит точно так же. Полученные данные приводят к тому, что космический корабль Союз дорабатывает. Он становится не только безопаснее, он становится одним из самых безопасных кораблей, которые сейчас есть. Союз эксплуатируется до сих пор и уже совершил более 130 успешных пилотируемых полетов. Еще раз скажу, что космонавт это очень опасная профессия и космос не прощает ошибок. На этом сегодня мы закончим. На следующей лекции нас будет уже ждать история советских и американских космических станций. Новый шаг в покорении космоса. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры